Басня Ивана Крылова «Добрая лисица» читает Павел Беседин. Стрелок весной малиновку убил. Успусь бы кончилось на ней несчастье злое. Но нет, за ней должны еще погибнуть трое. Он бедных трех ее птенцов осиротил. Едва искролупы, без смысла и без сил, малютки терпят голод и холод. И писком жалобным зовут напрасно мать. Как можно не страдать, малюток этих видя, и сердце, чье об них не заболит? Лисица птицам говорит. На камушке против гнезда сироток сидя. Не киньте, милые, без помощи детей. Хотя по зернышку бедняжкам вы снесете. Хоть по соломинке и гнездушку приткнете. Вы этим жизнь их сохраните. Что? Дело доброго, святей. Кукушка, посмотри, ведь ты и так линяешь. Не лучше дать себя немножко сощипать. И перьям бы твоим постельку их устлать. Ведь попусту его ты растеряешь. Ты, жаворонок, чем по верхам тебе кувыркаться, кружиться. Ты бы корму поискал по нивам, по лугам, чтоб сиротами поделиться. Ты, горлинка, твои птенцы уж подросли. Промыслить корм они и сами бы могли. Так ты бы своего гнезда слетела, да вместо матери к малюткам села. А деток бы твоих пусть Бог берег. Ты б, ласточка, ловила мошек, полакомить безродных крошек. А ты бы, милый соловей, ты знаешь, как всех голос твой прельщает. Меж тем, пока зефир их с гнездышком качает, ты б убаюкивал их песенкой своей. Такой он нежностью, я твердо верю. Вы б заменили им их горькую потерю. Послушайте меня, докажем, что в лесах есть добрые сердца. И что? При сих словах малютки бедные, все трое, не могши с голоду сидеть в покое, попадали к лисе на низ. Что ж, кумышка, тотчас их съела и поучения не допела. Читатель, не дивись, кто добр поистине, не расположя слово, в молчании тот добро творит. А кто про доброту лишь в уши всем жужжит, тот часто только добр насчет другого. Затем, что в этом нет убытка никакого. Наделишь, почти такие люди все, сродни моей хитрющенькой лисе.